Украинская страна продолжает нарушать режим прекращения огня в Хлебное перемирие. На Донецком направлении по 13 населенным пунктам и прилегающих к ним территориям противник применил 11 артиллерийных снарядов калибром 122 мм, 7 танковых снарядов, 15 мин калибром 120 мм и 72 мины калибром 82 мм. На Горловском направлении по районам 3 населенных пунктов активно вели огонь из гранатометра с толковым оружием. На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел 5 населенных пунктов, в ходе которых выпустил 17 артиллерийных снарядов калибром 122 мм, 7 танковых снарядов и 5 мин калибром 82 мм. В целом за прошедшие сутки зафиксировано 35 случаев нарушения режима прекращения огня. На подконтрольных Киеву территориях силами ИСБУ ведется тотальная слежка за местным населением. В частности, на Мариупольском направлении подразделение украинской контрразведки осуществляет прослушивание телефонных разговоров жителей. При этом особое внимание уделяется перехвату телефонных звонков граждан Украины своим родственникам, проживающим в ДНР. Зафиксировано множество случаев, когда обычные бытовые разговоры со своими близкими сотрудник СБУ использует как основание для обвинения граждан Украины в пособничестве ополчения. Сфабрикованы уголовные дела, а последствия используются сотрудниками СБУ для давления на мирных жителей и шантажа. Для таких же гестаповских мероприятий в тактической группе «Донецк» прибыли инспекционные группы под руководством первого заместителя главы СБУ, которые лично курируют вербовку граждан и насильственные принуждения к сотрудничеству с спецслужбами. Также по имеющейся информации в зону двух бригад 72-92 прибыли Украинское информационное агентство. Задача. Подготовить и осуществить провокации с обстрелами населенных пунктов. В последующем украинские журналисты будут демонстрировать результаты этих обстрелов с обвинением в этом вооруженной силе ДНР. Субтитры создавал DimaTorzok